Вот оливковое масло, вот подсолнечное масло. О маслах у меня уже есть ролик на канале, очень подробный. Но считается, что оливковое масло – это концентрат полезности, а подсолнечное масло встречается везде, и его стоит избегать. Что мы сделаем? Мы добавим в обычный салат немножечко, чуть-чуть совсем оливкового масла. А здесь полностью концентраты жиров, то есть 900 ккал на 100 г продукта. И здесь, и здесь. Жир – это самый калорийный элемент из того, что можно найти в продуктах питания. Вот полезный салат. Я добавляю совсем чуть-чуть для вкуса, совсем чуть-чуть оливкового масла для большей полезности. Как вы видите, у нас здесь набежало 13 г жира. Если мы чуть-чуть еще дольем, ну так, многие любят пожирнее, у нас получилось 20 г жира. В одной тарелке, вообще без учета овощей, содержится 180 дополнительных ккал, просто за счет маслица. А 180 ккал – это приблизительно 2 ломтика батона. Друзья, всем привет! Это второй канал проекта СМТ «Научный подход». Здесь мы публикуем выжимки из основных роликов. Данный формат называется «По полочкам». Несколько минут по самым главным темам. Также на канале вы можете найти переводы зарубежных материалов в сфере доказательной медицины, различной курсы и много чего полезного. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если у вас есть предложения по новым роликам, оставляйте их в комментариях к видео на YouTube.